Сметанный замер. Вся картиночка у нас желтит и розовит. Ну, поскольку фончик у нас желтит, возьмем желтоту и немножечко коричневизны. И вот этим цветиком полностью избавишься от белого. Просто наполнишь веществом краски весь формат. То есть это будет среда обитания, в которую будем уже все вкладывать. Итак, белильца, желтильца и немножко коричневизны. Полностью избавиться. Хорошо? Ну, не очень жидко, да? Вот такое примерно. Вот такое. Давай. Фигушкой тряпки. Доберешь розовый, желтый. Сначала в пользу розового. С белильцами все. Значит, будем рисовать действительно крупное лицо прямо на весь формат. Это в наше время выгодно, модно смотрится. Наполнишь тонально. Тональностью лица весь формат. Вот так. Плотно упакуешь. Причем, будешь все время добавлять немножко краску, чтобы не стереть краску с холста, не стереть, а упаковать эту красочку. Уложишь, уложишь, уложишь. Большое тоновое пятно. Вот этот пупырь уберешь. То есть подвинешь там вот это, еще покрутишь, чтобы поднялась. Вот. Потом плюс коричневый краснота. У тебя будет более смуглый, плюс желтый и вовсе янтарный цвет. Янтарным цветиком поищешь идею темности волос. Темности волос и тональных вот этих усилений. А потом вот этой темнотой начнешь искать черты лица. И линию подбородка, и губочки, и носичек, и глазные впадинки, и так далее, и так далее. И даже вот эти вот вещи будешь искать. Смотрите, как все просто и легко. Сильно не рукаешься, если что, помогай пальчиком. Какой-то поиск рисунка себе осуществить. Осуществить. Ну, чтобы немножко сориентироваться. Вот такой, вот такой. Как набросок на бумаге. Хорошо? Напрасно не положила вот эти два акцента. Напрасно. Собственно, как без них. Еще надо сравнивать общие величины. Вот эта величина и вот эта величина. Смотри, сколько здесь расстояния. Как все нормальные детки, ты нос устремляешь к середине овала. Там нос клюет край. Переместить жесткость губ. Как все детки, тебе нужно вырисовать губы жестко. Боремся с этим. Мало того, есть общая направленность линий по вот этой траектории. И общая направленность этих линий по вот этой траектории. Удерживаемся. Ну, понимаешь, можно же мысленно это строить. Даже на этапе набора мы это строили просто короткой линией. Короткой линией. Но если уж не хватает, то лучше, конечно, сделать длинную линию, чтобы себя все-таки сковать на этом. Но даже если бы ты построил, ты бы все равно стал нос передвигать сюда. Если ты для себя это не ставишь сразу, зная, что ты так будешь делать, не ставишь для себя это как задачу, то обязательно начнешь передвигать. Сначала губы переставила ровно. Они будут смотреть ровно на нас. Потом к губам нос приклеиваю. Так обычно и происходит. Поэтому сознательно удерживаемся от того, чтобы вот эти величины, вот это расстояние и вот это соответствовали тому. Классическая живопись к носу относится галочкой. Согласны, что это галочка? Соответственно, глазки чуть-чуть подвинутся туда. Намек на бровоньку. Намечечек. Намечечек. Это одно из тех классических формул освещенности, которые стоит буквально выучить. У классической живописи три основных ракурса, которые тиражируются нещадно. И стоит их выучить, а выучить это значит сначала скопировать, потом повторить на память наизусть. Буквально сделать эту же задачу наизусть на память. И пока она не запомнится, может быть еще раз копировать, еще раз повторить на память. Пока она не запомнится, не успокаиваться. Но когда ты ее запомнишь, вот эта формула освещенности будет тебе пригождаться во всех похожих задачах. Художники несколько иначе расставляют акценты, чем расставила бы камера. И опытные фотографы стараются брать вот эти достижения живописи. Именно в характере освещенности. Смотри, я губы стараюсь все равно сделать не жесткими. Хотя я подчеркиваю, но муть оставляю. И они все равно зацелованные. Как только они становятся жесткими, все-таки привязалась к их неправильному, как правило, рельефу и попалась. И тут тебе губы дадутся потом и крови. Скорее всего, просто не дадутся. Это будет скорее некрасивое пятно в картине, чем красивое. Поэтому максимально удерживайся от жесткости. Ладно? Вот такое вот. Вот такое вот. Мутненькое. Чуть там где-то намек на зрачоник. И тоже пока красненький намечечек. Ладно? Ну что, поврежу? Высветляешь белилами, а не желтилами. Нет? Нету их? Нету. Очень хорошо, что ты сделала по вот этой траектории. Очень хорошо. В смысле плохо. Больше так никогда не делаешь. Вот по этой траектории не делаешь. Вот смотри, я беру, делаю вот так. И это становится красиво. Посмотри. И кругло. Правда? Да. Больше так никогда не делаю. Хорошо. Значит, все это наполнено штрихом по окружности. Посмотри, я просто твое разбил, а оно вдруг становится красиво. Правда? Да. Вот это марьево штриха марьево штриха делает красиво. Жесткость не делает красиво. носа. И смотрим. Вот это расстояние, которое осталось, оно, ты же, по-прежнему нос пошла гнать туда. Очень трудно удержаться. Почему-то, людям. Ну, очень трудно удержаться, чтобы было на вот этой линии. Глаз начала вытягивать. А заодно и этот. Этот глаз находится не на середине этих пятен. Он смещен, несколько смещен сюда. И это желательно продемонстрировать. Смотри, все время пытаюсь штриховать по форме, да? Угу. Галочку носа отсекли светом и она торчит. Торчит? Да. Моментально. Да. Моё обещевание сделать полноту губ. Не смогла исполнить. Очень хочется губы так точно сделать. Смотри, посмотри как-нибудь на досуге. Посмотри Мане и Ренуар. Особенно Ренуар. Что он вытворяет с губами. Две полосочки между ними щель. Вот что он вытворяет с губами. И он как бы подсказывает нам. Ну же миленькие портретики. И он как бы нам подсказывает. Можно и так. Чуть темнеет верхняя губочка, поскольку источник света сверху, да? И чуть темновато вот этот ободочечек. плюс губочки червячком некоторым. Поэтому складочки вот по такой траектории. вот они червячки. Губочек. чуть еще усиливаем щель. Чуть. Все чуть. и очень бережно к полноте отнесся. Ты видишь. вот эти подрезки в уголочках рассказывают о том, что губки периодически улыбаются. и только я переложил я тут же сбил. Очень озираясь подкладываю, чтобы не нарушить приятность двух червячков. и любилок родит дым и корот крючком родит 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 практически все картинки руками. Нет, это не потому, что железное правило такое пишется руками. Просто руками мы удерживаемся от переизбытка краски. кисть сразу перебросит лишней краски. Не сможешь ты удержаться от наложения лишней краски. Ясно? Уже всякое уточнение ты все больше и больше будешь приносить краску, которая станет скользить под кистью и так далее, и так далее. смотри, жесткость ты там напустила. Посмотри, как хорошо быть не жестким. Да, есть там темненькость, есть все это, но не обязательно делать жесткие. Посмотри, ресницы как бы расплываются в пространстве, размывается это изображение. очень было бы хорошо. Тем более, что это та освещенность, которую стоит выучить. буквально выучить и даже повторить на память просто по памяти как оно было здесь. Ты понимаешь, если я нарисую кругляшок, характер сразу сформируется, но как правило неудачный характер. А если я поставлю намек на кругляшок, то зритель угадает ему и будет счастлив от твоего точного изображения, ту проволоку, которую ты там протянула, счастлив не будет, потому что ну, во-первых, на самом деле нет этой жесткости и в природе, как бы чрезмерной нарисованности, ее нет. И для того, чтобы очень нарисованно работать, нужно быть очень рисоварщиком, очень опытным рисоварщиком. Поэтому лучше удерживаемся в рамках мутненького, которое вон, какое нежненькое. И так можно до конца всю картину напести, мне все-таки потом. Вот посмотри, какая шершавенка. Никакой точности. А красиво. наблюдаю, как другие художники решают вопросы. Сейчас очень много живописи, где в основном приблизительное изображение. Только заказной портрет, как правило, грешит вот этими жесткостями. такой буржуазный портрет. Заказчик буржуй. И он считает, что если он уже платит деньги, так его стоишь у меня вырисуй. В итоге он становится гуттаперчивым на вид на фотографии. Потому что его делают по одной простой схеме. Кидают фотографию на холл и раскрашивают в два цвета. А поскольку раскрашивают, то ничего вкусненького не попадает. Просто нужно раскрасить. Поэтому очень много гуттаперчивых, то есть резиновых, манекеновых изображений среди именно заказных портретов. Посмотришь, этот же художник на не заказном портрете. Так слабенько. пописал чуть-чуть. Значит чуть-чуть еще поиграешь вот этими желтоватыми светиками в таких местах и не торопись жесткосить. Да, вот эти вот пневайсики, вот эти светлости. Ну там прямо различим. В нем. Вот. Что касается волосиков. Возьмем опять крупный розовый, желтый плюс коричневый будет такой мощный янтарный цветик. Тим янтарным цветиком вмазывательно в ту малую меру, которая у нас там валялась, вмазывательно уложишь волосики. ты видишь, поскольку кисть это тоже волосики, оно волосиками и укладывает. Создашь вот эти настроения. Вот эти. Вот эти настроения. Мера краски вот такая. Сильно не преувеличивай меру. Потом измешь чуть светлее, накидаешь вот эти звуки. Есть там такое, да? Смотри, чирк. Непонятно, где кисть вошла, непонятно, где вышла. Чирк. И волосявость очевидная, правда? Рыженькая, да? Давай так. Возьмем.